Добрый день! С вами снова я, Андрей Журавлёв. Сегодня мы поговорим о том, как связаны реальность и репродукция, и каким образом нам, собственно, можно попробовать окружающую нас реальность воспроизвести. Идеальным примером воспроизведения, наверное, является зеркало. Взгляд на реальность через зеркало, так же, как и взгляд на реальность через окно. Но это всё равно рассматривание реальности. Для того, чтобы иметь возможность показать эту реальность где-то удалённо, нам необходимо пройти два этапа. Нужно сначала зафиксировать реальную сцену, получить некий носитель, и после этого данную информацию вновь воспроизвести, то есть репродуцировать. На этих двух этапах нас подстерегают очень серьёзные трудности. Вот для того, чтобы понимать, какие проблемы возникают на этапе фиксации сцены, на этапе репродуцирования, как эти проблемы можно попробовать преодолеть, нужно рассмотреть, собственно, всю цепочку нашего восприятия, начиная от глаза и плавно переходя к мозгу. Так что давайте попробуем разобраться, как же воспринимает реальность человек, как её можно зафиксировать и как её потом можно воспроизвести.